Работа в удовольствие. С 1 августа в областном центре стартовала третья смена летней трудовой компании. На этот раз к работе приступили 130 подростков. Они будут благоустраивать городские улицы и скверы, территории парков и школ, приводить в порядок стадион автокран и спортивные площадки МБУ «Восток», а также набережную реки Уводь. У нас есть возрастное ограничение, ребята должны быть с паспортом, то есть это 14-летние и до 17 лет включительно. Нужно собирать большой пакет документов. Это паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, ННН, медицинская справка. Ребята приобретают трудовую книжку, то есть это идет уже стаж опыта. И для 14-летних нужно получить разрешение органов опеки. Все по-взрослому. Ребятам у нас нравится, все хотят работать и не по одному месяцу. Если у нас конечно места остаются, мы предлагаем. А так ребята очень много, поток очень большой желающих, просто минимум, мне кажется, тысячи. И мы стараемся трудоустроить всех. Ребята обеспечили рабочей одеждой, вооружили всем необходимым инвентарем и мешками для мусора. Смена продлится 12 дней. Ребята трудятся по три часа в утреннее время. Заработная плата с учетом доплаты от Ивановского центра занятости населения в среднем составит около пяти тысяч рублей. Но не только из-за денежного вознаграждения ребята решили посвятить часть летних каникул работе. Для семьи я хотела сделать что-то хорошее, помочь им чем-то и улучшить город. Я считаю, что это большой опыт и в работе, и с общением со сверстниками, и постарше. В жизни это пригодится. Проводить время на свежем воздухе, общаясь и заводя новых друзей, да еще и получать за это деньги. Такие условия работы многим подросткам показались привлекательными. Всего за весенний-летний период в Ивановской трудовой компании приняли участие более тысячи школьников. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.